Безналичная оплата проезда на городском транспорте уже давно никого не удивляет. Пассажиры активно пользуются транспортными картами. Но вне зоны внимания остается учащаяся молодежь. И сегодня об этом говорили в Министерстве образования и молодежной политики Чувашии. Преимущество таких карт, как говорится, налицо. В отличие от бумажного проездного, ее не надо покупать каждый месяц. Достаточно пополнять счет при необходимости. Обслуживание бесплатно. При потере карту можно восстановить, при этом неизрасходованный остаток средств перейдет на новую. В течение будущего года операторы планируют увеличить количество терминалов по обслуживанию карт. Наша совместная задача исключить наличный оборот в данном сегменте, в данной отрасли. И постараться перевести на безналичную оплату услуг за проезд. Серьезные проблемы операторы считают неумение людей пользоваться терминалами. Хотелось бы отметить, что некие проблемы связаны только с автоматическим пополнением на терминалах. Можно их разделить, в принципе, на три вида. Первая проблема – это то, что пользователи слишком быстро убирают карту со считывающего устройства, не дожидаясь окончания операции. Многие люди ложат деньги, думают, наверное, что достаточно, не дожидаются выхода чека, на котором сообщается, что процедура прошла успешно. Забирают карту, потом к нам приходят и говорят, что деньги не поступили. Соответственно, это мы и решаем. Вторая же проблема – то, что ложат некорректную сумму. Сейчас это как раз усиленно решается. То, что либо меньше ложат необходимого тарифа, либо больше. И третья проблема – то, что некоторые люди пытаются пополнить свои карты онлайн, но наша система не позволяет этого сделать. То есть люди просто берут и переводят деньги с своих карт на расчетный счет, наши единые транспортные карты, и думают, что их карта будет пополнена. Но, соответственно, этого не происходит. Система дорабатывается, и в обозримом будущем, скорее всего, появится возможность продления карты онлайн. Также на брифинге обсудили возможность объединения транспортной карты с картой школьного питания. Представители Министерства образования обещали вернуться к этому вопросу. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.